В рамках нашей первой лекции мы рассмотрим основные принципы анализа политических процессов в незападных странах, понятия политическая система и ее различные классификации. Бомб политологических исследований Востока после Второй мировой войны стимулировал сравнительный метод. Наряду с методом сравнительных исследований весьма популярна методология структурно-функционального анализа, институционализма и бихевиоризма. Структурные функционалисты, такие как Parsons, Merton, Shields, Lipset, Easton, Almond и другие, сделали акцент на типологию и описание тех главных функций, которые выполняют различные социальные и политические структуры. Институционалисты и неинституционалисты, такие как Huntington, Nelson, Eisenstadt, считают главным изучение эволюции и работы существующих в обществе политических институтов. Бихевиористы, Ericsson, Pai и другие делают акцент на исследовании типов политического поведения, на вопросах политической социализации индивидов, а также способах мобилизации на достижение тех или иных политических целей. В настоящее время некоторые крупные востоковеды-политологи разрабатывают методологию девелотментализма. Они изучают политическое развитие Востока в современных условиях, как показывает практика и как Samuel Huntington и Nelson признали, что слишком широкое политическое участие народа в делах молодых национальных государств может затруднить модернизацию, что такое участие должно быть дозированным, а его рамки и активность должны предопределяться правящей элитой. Некоторые ученые пытаются синтезировать два или более методов в рамках одного исследования. Так, структурные функционалисты нередко прибегают к сравнительным исследованиям, но в отличие от компаративистов делают упор не на способах формирования правящей политической элиты, а на мере эффективности ее функционирования. Говоря о политической системе, приходится учитывать большое разнообразие концепций, претендующих на универсальность. Свои концептуальные очертания это понятие приобрело в работах американских политологов Истона и Алмонда. Они подчеркивали, что политическая система объединяет не только организованные стороны политической жизни, но и такие ее факторы, как сознание, идеи и мировоззрение. Системный подход к изучению политики, примененный Парсисом, Истоном, Алмондом и другими исследователями в 50-70-х годах, сегодня позволяет, с одной стороны, увидеть политическую жизнь как целостную картину поведения людей, а с другой, опосредует анализ взаимодействия политики с ее средой. Целью является поиск вариантов стабильного состояния общества, его приспособления к внутренним и внешним воздействиям. Таким образом, политическая система общества — это совокупность политических институтов, норм, ценностей и отношений, в которых реализуется политическая власть. Это целостное единое образование, элементы которого находятся в постоянном подвижном взаимодействии друг с другом. Именно поэтому реальная политическая система должна рассматриваться только в своей динамике, то есть как процесс становления, развития, расцвета, угасания, функционирования. Разнообразие современных политических систем определяется географическим положением, культурой, традицией, степенью развития гражданского общества и экономики. Общие характеристики политических систем образуют различные классификации. Особый теоретический и практический интерес представляет выявление универсальных характеристик, определяющих общие тенденции жизнедеятельности политических систем. Так, со времен еще Платона известна классификация в зависимости от форм правления. Монархия — правление одного человека и ее негативная форма — тирания. Аристократия — правление нескольких достойных людей и ее искаженная форма — олигархия. Демократия — правление многих или всего народа и ее искаженная форма — ахлократия. Политическая культура, то есть взгляды и позиции людей и их групп относительно политической системы, по мнению Алманда, является интегрирующим началом общества. С этой точки зрения и политический процесс можно определять в макро- и микрозначениях. С точки зрения макроанализа, как динамическую характеристику всей политической системы в целом, с точки зрения микроанализа, как совокупность политических микропроцессов. Впоследствии эти идеи позволили предложить несколько классификаций политических систем, которые можно разделить на классификации двух основных типов — эволюционные и морфологические, то есть основанные на анализе строения политических систем, которые, в свою очередь, распадаются на линейные, бинарные и координатные. Скажем, по формам правления можно выделить авторитарно-тоталитарные и демократические политические системы, или авторитарные, плюралистические и тоталитарные типы политических систем. Англанд различает политические системы также по типу политической культуры и разделению политических ролей между участниками политического процесса, выделяя четыре таких типа. Для англо-американской политической системы характерна высокая степень разделения ролей и функций между участниками политического процесса — государством, партиями, группами интересов и так далее. Власть и влияние распределены между различными звеньями политической системы. Она функционирует на базе однородной культуры, ориентированной на защиту либеральных ценностей — свободы, безопасности, собственности, которые общепризнаны гражданами. Европейская континентальная система страны Западной Европы отличается расколотостью политической культуры, наличием внутри национальных культур противоположных ориентаций, идеалов, ценностей, присущих какому-то классу, этносу, группе, партии. Распределение ролей и функций в такой системе происходит не в масштабах общества, а внутри класса, группы или партии. Однако наличие разнородных субкультур не мешает находить согласие в обществе, поскольку имеется единая культурная основа либеральной ценности. Доиндустриальные и частично индустриальные системы имеют смешанную политическую культуру. Она состоит из местных политических субкультур, в основе которых лежат ценности клана, рода, общины, племени. Поэтому найти согласие и компромисс, не прибегая к насилию, здесь почти невозможно. Интеграция общества с помощью насилия обычно приводит к концентрации власти у узкого круга лиц. Тоталитарные политические системы функционируют на основе приоритета классовых национальных религиозных ценностей. Власть в них захвачена монопольно правящей партией или группой людей и контролирует все стороны жизнедеятельности общества и индивида. Главный недостаток, за который многие ученые критикуют вышеузложенный широкий социокультурный подход к типологии политических систем, это убеждение его создателей, что все типы систем могут оцениваться лишь в их соотнесении с западными. Профессор политологии в Университете Сан-Диего США Чарльз Эндрейн развивает собственную концепцию политической системы, синтезируя фундаментальные положения теории Истона и Алмонда. Он интерпретирует политическую систему как механизм формулирования и воплощения в жизнь решений, затрагивающих интересы общества в целом. По его мнению, эффективность функционирования системных образований зависит от характера взаимосвязи между целым и его частями, который определяется тремя факторами. Первый. Культурные ценности, формирующие политические задачи, такие, например, как ускорение темпов роста экономики и снижение инфляции. Второе. Структуры, которые обладают властью, правительство, партии, общественное объединение для формирования политического курса. Третье. Поведение политиков и рядовых членов общества, не столь активно участвующих в принятии политических решений. Существующие политические системы, по мнению Эндринна, различаются по культурному, структурному и поведенческому параметрам, выступающих основой их типологии. Культурный аспект политической системы связан с доминированием либо материальных интересов, либо нравственно-идеологических ценностей, степенью их расчлененности. Структурный компонент политической системы характеризует устройство политической власти, степень ее централизации, используемые объемы властного принуждения и насилия, эффективность деятельности правительства в реализации общезначимых целей. Поведенческий критерий политической системы выражает характер отношений правящих и управляемых, степень закрытости или открытости правящего класса, возможности доступа в элиту. Согласно данным критериям, он выделяет четыре типа систем. Народные, то есть племенные политические системы, представляют собой безгосударственное общество, распространенное у примитивных народов Африки. Жизненным принципом процесса принятия политических решений в такой системе являлась общественная солидарность, основанная на преданности всех и каждого неким священным ценностям, как, например, почитание единых богов. Обществом руководят старейшины и священники в соответствии с нравственными ценностями, которые доминируют над материальными интересами. Благодаря сплоченности людей вокруг общих интересов, одинаковому отношению к духовным ценностям, политический процесс основан на консенсусе и редко осложняется конфликтами. Высокая степень социальной однородности общества и неразвитость ролевой специализации, различия между правителями и подданными, ничтожно малы. Идеалом их взаимоотношений является взаимоотношение политического равенства, а не иерархия. Принятие решений в подобных системах является прерогативой коллектива. Вождь лишь поддерживает своим авторитетом данное решение. Приоритетным способом разрешения споров является консенсус, а не принуждение. Всякий, кто терял уважение соплеменников, был вынужден переселиться в другую местность. Второе. Бюрократические авторитарные политические системы представляют собой наиболее распространенный тип, который существует как на Востоке, так и на Западе. Для них характерна ситуация, когда государство осуществляет строгий контроль над социальными группами. Эта система основана на принципе поддержания порядка путем создания соответствующих организаций, в первую очередь государственных институтов. Сильная государственная организация устанавливает и поддерживает порядок, подавляя открытые конфликты. В подобных системах власть концентрируется в руках единого управленческого аппарата, с помощью которого правящие элиты сохраняют монополию на власть. Материальные интересы и нравственные ценности резко отделены друг от друга. С помощью четкой организации упорядочивается процесс принятия политических решений, который превращается в достижение конкретных целей. Подобные системы хороши для стран, которые осуществляют модернизацию. Сильное государство отодвигает на второй план политические предпочтения отдельных социальных групп, ставя на первое место ускорение экономического роста. При этом преобразование осуществляется при опоре на сильные политические институты. Бюрократию, армию, полицию и технократов. Третье. Согласительные политические системы. Они возникают позже, чем бюрократические, и воплощают демократические идеалы свободы, равенств и прав человека. Государство обладает ограниченными возможностями социального контроля над относительно самостоятельными социальными группами. Плюрализм, царящий в правительстве и обществе, обеспечивает уважение политических свобод лидерами. Публичные политики представляют различные интересы. Конкуренция между партиями, выборность законодательных органов, независимость средств массовой информации делают политику подотчетной гражданам. Свободный доступ к информации позволяет каждому гражданину выражать собственные предпочтения и участвовать в выработке политических решений. Согласительная политическая система полностью раскрывается в рыночных условиях. Конфликт и консенсус взаимоуравновешиваются и регулируются с помощью законодательства. Наконец, мобилизационные политические системы основаны на активном участии масс в политической жизни. Борьба за общие блага выступает одновременно и как внутренняя потребность, и как средство решения личных проблем. Контроль над ресурсами в этих системах получают партии, армии, массовые организации. Во главе государства обычно стоят харизматические лидеры, партийные вожди, которые ведут нацию по пути решения идеологических задач. Проводимая политика предполагает преодоление конфликта, которое осуществляется путем мобилизации населения, стремлением возбудить в массах веру и чувство как необходимость разгрома врагов. Мобилизационные политические системы существовали в странах социализма, в частности в СССР, и фашистских государствах, таких как Германия и Испания. Весьма актуальной, в том числе применительно к нашей российской действительности, является типология, основанная на характере распределения власти и взаимоотношений политической системы и общества. Базовыми моделями систем, классифицируемых по характеру распределения власти, являются авторитарные и плюралистические системы. Авторитарный тип властвования в наиболее последовательном виде означает сосредоточенность власти в едином центре, что исключает коллективность, самостоятельность на местах, существование действенной оппозиции, самостоятельность средств массовой информации. Опыт ряда стран третьего мира показал, что авторитаризм может оказаться достаточно эффективной формой политической модернизации. Политическая практика свидетельствует, что он может утвердиться там, где устойчиво доверие к власти, развито законопослушание, сильные элементы традиционного отношения к власти. Плюралистическая система является противоположностью авторитаризму и предполагает существование множественности противовесов любой власти, исключает господство устойчивого неизменного большинства. Плюрализм проявляется в разделении властей в государстве, многопартийности, децентрализации. Французский политолог Жан Бладель классифицировал политические системы по содержанию и формам управления, выделяя пять основных разновидностей. Первое. Либеральная демократия в принятии политических решений ориентируется на ценности и индивидуализм, свободу, собственности. Для коммунистических или авторитарно-радикальных систем важнее всего ценности равенства, социальной справедливости. Традиционные системы опираются на олигархические формы правления и практикуют неравномерное распределение экономических ресурсов и социальных статусов. Популистские системы, преобладающие в развивающихся странах, используют авторитарные методы управления и стремятся к большему равенству в распределении благ. И, наконец, авторитарно-консервативные системы преследуют цели сохранения социального и экономического неравенства, ограничения политического участия населения. По формам административно-государственного устройства политические системы разделяют на унитарные, где господствует единая централизованная система органов власти и правосудия на всей территории. И федеративные, которые состоят из политических единиц, обладающих известной политической самостоятельностью, а также конфедеративные, где сложился союз независимых политико-государственных структур. Классификация дербишайров учитывает все богатство способов правления, типов политической культуры и других факторов. Они выделяют унитарные и федеративные государства по принципу разделения или слияния трех основных государственных институтов. В отдельный подтип при этом могут быть выделены унитарные государства с чертами децентрализации. По идеологическому базису, политическому режиму, либеральная демократия, молодая демократия, коммунистические государства, национал-социалистические государства, авторитарно-националистические государства, военно-авторитарные, исламистко-националистические государства и абсолютные монархии. Системы по типу органов исполнительной власти Это парламентские, ограниченные президентские, дуалистические, коммунистические, неограниченные президентские, милитаристские, абсолютные. Такая классификация по разным принципам, хотя и является достаточно сложной, тем не менее позволяет описывать все многообразие политических систем и конкретной формы организации политического процесса в странах мира. Спасибо за внимание. Во второй лекции по данной теме мы продолжим рассмотрение категорий, используемых в сравнительных политических исследованиях.